Эпидемиологическая обстановка осложняется. Даже джапаровский и сыкульский корень бессилен. Как и год назад, в сутки регистрируют от 500 до 1000 инфицированных коронавирусом. За вчера, например, было выявлено 870 заболевших, вчера 730, а сегодня 585. Кажется, черный июль 2.0 не за горами. К слову, и Джейнбеков, и джапаров имели все ресурсы, чтобы предотвратить массовое заражение кыргызстанцев. Но мало что было сделано. Всем привет, Канеметов с вами. Сарамбай Джейнбеков выбил сотни миллионов долларов у международных финансовых институтов. Большая часть полученных денег, кредиты. Но вместо того, чтобы строить новые больницы и обеспечить врачей всем необходимым, деньги он потратил неизвестно на что. В итоге погибли сотни кыргызстанцев. Многие из них умерли дома, так и не дождавшись медицинской помощи. Вот результат. Из-за того, что четыре дня никак не могли попасть, вот человек, мой брат, родной, например, до сих пор мы в машине находимся. Никто не приезжает, никто здесь смотрит. У Садара Джапарова тоже было достаточно времени, чтобы подготовиться к очередной волне. К примеру, выпросить у России и Китая вакцину, чтобы привить как можно больше кыргызстанцев. Вместо этого он поставил у руля Минздрава не совсем компетентного менеджера, который опозорил на весь мир кыргызскую медицину. Да и сам президент так или иначе продемонстрировал уровень своего мышления и интеллекта. И отец Садара Нургаджоевича научил Садара Нургаджоевича, как надо определять дозу и как надо давать. И в первой волне, в июне-июле, Садар Нургаджоевич обратился ко мне и сказал, «Вот я тебе даю лечение от ковида». Я дал своим родственникам и родственнике сразу легче стало. А когда уже началась вторая волна, когда началась уже третья, сейчас растет, я обратился к Садару Нургаджоевичу, чтобы он помог ворветь с ковидом. Единственный человек, который определяет сейчас дозу, это президент. Я ему смотрю и не могу тоже определить, потому что каждый корень есть свои плюсы и минусы. Привезенная из Китая и России вакцина быстро закончилась, начались задержки. Таким образом, за 8 месяцев правления Джапарова привили всего-то около 1% населения. В других странах ситуация намного лучше. Взять хотя бы тот же Казахстан, привито там уже 14% населения. Это около 3 миллионов человек. Тем временем количество обращений в бишкекскую скорую помощь выросло примерно на 10%. В основном за счет пациентов с коронавирусом. Об этом агентству 24КГ сообщил заместитель директора Центра экстренной медицины Егор Борисов. В последние несколько дней поступает около 650 обращений в сутки. Сегодня на линии вышли 38 бригад из 39 имеющихся. Места в больницах есть. Ездить в поисках мест, как в прошлом году, не приходится. Дело запахло жареным и наши наконец-то зашевелились. В бишкек прилетел заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак. Состоялась встреча с президентом Джапаровым. Обсуждали вопросы поставки в Кыргызстан российской вакцины. В бишкеке, Аше и Токмаке началась предвыборная агитация. 11 июля – дата повторных выборов в городские кенеши. В ближайший месяц будет жарким. А не сходить ли нам на выборы? Заметьте, не я это предложил. В территориальной избирательной комиссии Бишкека провели жеребьевку по местам в бюллетене. За мандаты борются 18 партий. На первый взгляд все вроде как честно. Если бы не одно «но». Сами поглядите. Под номером один в бюллетене расположится Атаджурд Кыргызстан. Партия эта провластная. Есть все основания полагать, что на жеребьевке мухлюют. Таких совпадений ведь просто не бывает. На осенних выборах в парламент Джейнбековский беремдик был под номером один в бюллетене. Потом после смены власти на президентских выборах фамилия нынешнего главы государства тоже каким-то чудом расположилась первым в списке. И вот сейчас. And Oscar goes to... Даже не знаю, смеяться или плакать от такой неприкрытой наглости. У них же еще и ума хватит в этот раз нарисовать своей партией 80%. События прошлого года вновь повторяются. Власть продолжает продавливать Джейнбековский закон о манипулировании информацией, который позволит ей контролировать интернет и давить свободу слова. Депутат Дастан Бекешев поделился последними новостями из парламента. Законопроект о манипулировании информации превратился в законопроект о защите от ложной и недостоверной информации. Опять и снова. Уполномоченный орган будет определять ложная или недостоверная инфа, как Министерство правды у Джорджа Оруэлла. Вот согласованный вариант документа, который теперь называется «Законом о защите от ложной и недостоверной информации». Приведу выдержки. Интернет-провайдер, хостинг-провайдер, владелец сайта и или страницы сайта в интернет-пространстве Крыгойской Республики ограничивают или запрещают доступ к ложной или недостоверной информации в порядке, предусмотренным статьей 8 настоящего закона. Интернет-провайдер, владелец сайта, владелец страницы сайта, в адрес которого направлено решение о прекращении распространения ложной и недостоверной информации, обязан исполнить его в течение 24 часов с момента поступления. В случае игнорирования или неисполнения решения интернет-провайдером, хостинг-провайдером, владельцем сайта и или страницы сайта о прекращении распространения ложной недостоверной информации, уполномоченный государственный орган может обратиться в суд об ограничении доступа к указанной информации или к сайту или странице сайта в сети интернет, на которой размещена данная информация, из проекта закона о защите от ложной и недостоверной информации. Что это значит? Государство под предлогом того, что распространяют ложную информацию, начнет блокировать соцсети, тот же Facebook, Instagram, YouTube, одними соцсетями ограничиваться не будут. Под блокировку могут попасть информационные агентства, порталы и ресурсы, которые публикуют нежелательную для правящей группировки информацию. Будем надеяться, что у Джапарова хватит ума не дать этому законопроекту ходу. Мы все понимаем, чем такая политика может закончиться. Еще ни одному президенту не удавалось заткнуть всех своих оппонентов и недовольных его политикой простых людей. С чего Нургуджевич взял, что ему это сойдет с рук. В соцсетях опубликовали забавное видео с участием Эмирбека Бабанова. Судя по постановке, находится он в спортзале. На видео политик демонстрирует свои бойцовские навыки. Зверь-го. Пользователи соцсетей предположили, что видео могло быть снято в спортзале СИЗО ГКНБ. Насколько я знаю, там созданы все условия для того, чтобы арестанты могли заниматься спортом. А вот что ответили в госкомитете. СИЗО ГКНБ является режимным объектом. И запись фото и видеоматериалов внутри недопустима. Из сообщения ГКНБ. В защиту Бабанова тем временем выступила сестра Чингиза Айтматова, Роза Айтматова. Непонятно, за что его арестовали. Каждый день слышим, что кого-то задержали, поймали, потом начинают обвинять и очернять. Это неправильно. Я помню 1937 год. Это ни к чему хорошему не приведет. Ветераны-миротворцы, которые наводили порядок на таджикско-афганской границе, требуют льгот и просят дать им статус участников боевых действий. Как сообщается, с января 1993 года отдельный горно-стрелковый батальон вооруженных сил Кыргызстана охранял 100-километровый участок таджикско-афганской границы. 6 марта 2020 года ребята создали общественное объединение Союз ветеранов-миротворцев таджико-афганской границы, где уже в его рядах около 1 тысячи членов. Во всех областях созданы областные советы и есть Московское отделение минотворцев. 6 ноября 2020 года обращение председателя правления объединения с резолюцией, исполняющей обязанности президента, премьер-министр Джапарова, лично мною было передано секретарю Совета Безопасности. И до сих пор по этому обращению с резолюцией президента никаких мер по воинам-интернационалистам не принято. Я долго думал, куда же эту новость впендюрить к выборам или к блоку про военных, ну, короче. Лидер фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе пригласил дружественной партии принять участие в международной акции под названием «Свеча памяти». Официальное письмо поступило на имя лидера социал-демократов Тимирлана Султанбекова. Уважаемые друзья, данная акция проходит в Бишкеке, столице Кыргызстана, в день памяти 80-летия начала Великой Отечественной войны. Я хочу отметить, что более 300 тысяч кыргызстанцев ушли на фронт. Здесь у нас тогда, еще во Фрунзе, формировалась Панфиловская дивизия, и очень много наших ребят ушли на фронт. И также участвовали в защите подступов к Москве от фашистских захватчиков, держали позиции на Волоколамском шоссе. И я хочу сказать, что более 100 тысяч человек не вернулись с поля боя. При этом мы гордимся нашими кыргызстанцами, героями Советского Союза. Более 70 человек стали героями Советского Союза. Это были представители разных национальностей. Хочу отметить особенно, что каждый год мы отмечаем с особым торжеством, чувством гордости 9 мая, как День Победы. В Кыргызстане мы все помним, мечтим память предков, дедушек, бабушек, участников Великой Отечественной войны. Никто не забыт и ничто не забыто. Ну и на этом у меня все. Спасибо за то, что досмотрели выпуск до конца. С вами был Канат Канеметов. Всем мира! Субтитры создавал DimaTorzok